Фотоаппарат зоркий, виниловый проигрыватель, алюминиевые бигуди и старинный утюг – все это можно увидеть на выставке «Сделано в СССР» в галерее по адресу улицы Алексея Толстого, 75. Коллекцию публики представила самарская модель Олеся Коргина. Собирать предметы быта советской эпохи она начала еще в юности, когда отдыхала у бабушки в селе Богатая. А сейчас, рассказывает, вся квартира заставлена старинными буфетами и посудой 60-х годов. А сама Олеся носит винтажные вещи или одежду, стилизованную под старину. Я прямо именно ищу вещи тех времен, чтобы им было лет 50. Мне очень нравится сама мысль, когда чашечка есть, например, и из нее кто-то 50 или 100 лет назад пил, например. Я представляю, сколько поколений прошло. То же самое с одеждой. Раньше же как вообще традиции были, то есть вот этот вот сервиз там какой-то, только на Новый год. Например, вот оно, видите, оно как новое почти. Вот, то есть, видимо, женщина просто одевала его по праздникам куда-то там в театр или в город и все остальное время вещь висела в шкафу. Мы накручивались, кипятили бегудюшечки, делали кудри и они же как бы мокрые все равно. Сверху одевали шапочку, включали фен и сидели вот так вот они делали свои вот прически. Чтобы ярче передать атмосферу советской эпохи, на выставке представили и картины, написанные в духе того времени. Их авторы Ольга Бекетова и Юлия Тимченко рассказывают, тему продиктованы воспоминаниями из детства. Естественно, для меня Советский Союз — это мое детство. Это детство, когда мы зимой носили пуховые платки, собственно говоря, то, что я изобразила, пускали кораблики и мальчишки запускали змеи. Поэтому для меня вдохновлением, конечно, это было мое детство. Для меня, ну, наверное, это газировка из автомата, мороженое и воспоминания, когда ты идешь с магазина, несешь свежую булку хлеба, откусываешь ее, не выдерживая, да, вот не донеся ее до дома, наверное, вот эти. Чтобы ярче воссоздать атмосферу советской эпохи, во время открытия выставки звучали стихи Анны Ахматовой и Евгения Евтушенко. Вспомнить советский быт, прикоснуться к модной одежде разных десятилетий предметом быта, давно ставшим историей, можно до 28 сентября. Виктория Шара и Константин Головин. События.